Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Лидия Васильевна Ходякова, заслуженная артистка России, экс-хорместер академического хора русской песни Всесоюзного радио Центрального телевидения «Славянский напевок». И сегодня мне помогает Евгений Николаевич Клейнас, мой концертмейстер, потому что сегодня мой рассказ о распевках, и мне обязательно понадобится его помощь. Для чего нужны распевки? Ну, прежде всего, для того, чтобы подготовить свой голосовой аппарат к работе, к пению. Ну и второе значение, это нужно для того, чтобы, ну, во-первых, развивать голос, само собой понятно это, да, расширять свой диапазон, укреплять дыхание, настраиваться на высокую позицию, что тоже важно для чистоты интонации, вырабатывать к антилену, мягкость и напевность, ровность голоса, подвижность, гибкость голоса, ну, как я сказала уже, чистоту интонаций, развивать гармонический слух, чёткую дикцию, единую манеру звукообразования. Одним словом, помогать освоить технические приёмы, которые необходимы для исполнения того или иного произведения. Ну, начинаются распевки, как правило, с простых попевок. Вот аналогично действие распевок, но представьте себе большой колокол. И нам надо, чтобы он запел своим замечательным голосом. Мы начинаем язык потихонечку раскачивать. И вот когда мы раскачиваем, амплитуда увеличивается, наконец-то он ударяет о стенки и звучит колокол. Вот примерно такую же функцию несут и распевки. Мы начинаем от простого к сложному. Вот начинается буквально с одной-двух ноточек распевки. Вот, ну, я, конечно, не говорю, что это обязательные распевки, но примерный принцип действия вот я вам сегодня покажу. Итак, пожалуйста, Игорь Николаевич, дом не дайте. Вот простая распевка. Я беру дыхание, я закрепляю дыхание и не громко, не торопливо, чтобы голос свободно лился, начинаю петь. Итак, я беру дыхание, закрепляю и на выдохе начинаю петь. Мы поднимемся повыше. Игорь Николаевич, дом не дайте. Вот это первое, как будто раскачка, голос звучит негромко, спокойно, через связки проходит воздух и начинает их тихонечку приводить в движение. Следующее упражнение, которое я хочу показать, оно немножко увеличивает, то есть я сейчас первое упражнение пела из двух звуков, сейчас я могу спеть из трех. Пожалуйста, еще раз. Ну и так далее. Значит, следующее упражнение состоит из более длительной цепочки нот и выглядит она примерно так. Как видите, если я первую упражнение пела из двух звуков, я могу спеть из трех. Первое упражнение начинала с одной-двух ноточек и диапазон его был очень небольшой, коротенький, чтобы постепенно раскачать. Второе упражнение я сделала, я уже немножко увеличила диапазон, то есть я уже от первоначальной нотки ушла несколько дальше, больше раскачивая свой голос. Третье упражнение я еще больше пошла, я тоже подбираюсь к высоким нотам. Теперь мне надо разогреть дальше свой голосовой аппарат, я хочу поработать над дикцией. И я начну свое упражнение так. Как видите, мой голосовой аппарат, мои артикуляции, губы, зубы, язык, все пришло в движение, все раскачивается, все начинает работать более активно. Я также могу на своих распевках добиваться какой-то определенной цели. Ну, скажем, я могу использовать цепное дыхание. Ну, мне одно будет это трудно показать, я попрошу Евгения Николаевича, он мне помог. То есть вы должны представить, что представляет из собой вот это самое цепное дыхание. Мы с ним возьмем какую-то нотку, ну, любую дайте нам. Еще разочек. Долго я одна тянуть его не могу, а мне надо создать впечатление, что нота длится и длится и длится бесконечно. В хоре, когда я буду над этим работать, я буду заставлять своих хористов, чтобы они бы дыхание брали не одновременно со своим соседом, а по очереди, по цепочке. Почему он называется цепное дыхание. Сейчас мы покажем это вдвоем. Ну, получится или не получится, вы смотрите, но эффект, вернее, не эффект, а принцип действия, вам, надеюсь, будет понятен. Это не высоко? Соль. Нет, для вас, Евгений Николаевич, не высоко. Еще раз, пожалуйста, носочку. Соль. Соль. Вы поняли принцип, что происходит. То есть мы берем с Евгением Николаевичем дыхание не одновременно, а по цепочке. И таким образом наш звук длится очень долго. Что при этом важно знать? Что вступать надо несколько тише, чем звучит мой сосед, чтобы голос не врывался, а как бы продолжил вот эту линию. То есть если я взяла дыхание и должна вступить еще тише, чем, а потом немножко прибавить звучание. То есть вот так. Видите, я вступаю мягко, тихо, для того, чтобы небо не нарушить вот эту звуковую линию. Это вот упражнение на цепное дыхание. Я, конечно, могу добавить еще упражнение, скажем, на ровность звучания. Мне очень важно вот в песнях, особенно в лирических песнях, сделать так, чтобы у меня было единое звучание гласных. Чтобы не было бы А, Е, И. Вот эти вот разные гласные. Мне хочется, чтобы они были бы все приближены. И поэтому я могу дать упражнение на ровность вот этого звучания. Что, например, происходит? Пожалуйста, дайте мне лоточку. Спасибо. У меня идет звуковой поток. И только губами, языком и зубами я пытаюсь разделить эти гласные. Все остальное я ничего не меняю. Еще разочек. Мне очень важно вот эта ровность звуковая. Вот этим я добиваюсь, этим упражнением, чтобы потом перенести этот навык на разучивание какой-то или исполнение какой-то песни. Итак, я тоже самое буду подниматься вверх и опускаться вниз вот при помощи вот этого упражнения. Хотя я звучу всего лишь на одной нотке. Итак, пожалуйста, посмотрите. Маме, мимо, мимо. И так далее. И так далее. Я могу подниматься. Это долго. Я хочу в хоре вычистить интонацию. Тогда я придумала другое упражнение, которое трудное, потому что оно двигается по полутонам. Очень близкие звуки друг к другу находятся. И мне важно, чтобы хор из этой расспевки не уехал в разные стороны. Поэтому упражнение звучит так. Послушайте, пожалуйста. Я как бы здесь убиваю даже двух зайцев. Первое, главное, то, что я выравниваю интонацию, вычищаю, заставляю хористов слушать именно вот эти вот ходы. Во-вторых, я тренирую динамику. Динамику – это значит увеличение или уменьшение громкости. Ещё раз, пожалуйста. Поднимемся повыше. Очень трудно. Когда я поднимаюсь вверх, это всегда легче, потому что усиливается напряжение, и я буду доставать вот эти ноты, вот эту звуковысотность. Но когда я буду опускаться вниз, вот это очень трудно удержаться и не сползти с тональной, с главной ноты, с которой я начинала. Вот такими простыми, казалось бы, упражнениями, но в хоре или в ансамбле, или солисту, неважно кому, можно добиться очень больших результатов. Дорогие друзья, сидя дома, пожалуйста, занимайтесь, развивайте свой голос, занимайтесь любимым делом. Я надеюсь, что пение – ваше любимое дело. Пойте правильно, пойте с распевками. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Продолжение следует...